Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева. Сегодня наш разговор пойдёт, конечно же, о 9 мая. О дате победы, естественно, немыслимо 9 мая не поговорить об истории Второй мировой войны и не поговорить о ней, в данном случае, в контексте военной экономики. Военной экономики и, в первую очередь, никуда нам не обойтись без Ленд-Лиза. Историю, которую я рассказывал много раз, которую, наверное, всегда можно будет повторить и всегда можно будет поговорить о том, что вот это вот история, которая связана с обеспечением экономики ресурсами и поставкой помощи от союзников Советскому Союзу. Здесь Ленд-Лиз – это одна из самых таких мифологизированных историй, о том, масса с ней связанных выдумок, масса с ней связанных ошибок. И дело в том, что цифры по Ленд-Лизу достаточно известны, что там получил Советский Союз. Тоже мы всё это, конечно, знали, и есть там о чём здесь поговорить, рассказать. Наверное, здесь ключевой момент будет такой, сразу постараться развеять некоторые сообщения, некоторые заблуждения, конечно. Значит, первое – известная история о том, что якобы помощь союзников составила всего 4% от тех экономических объёмов, которые выпустил Советский Союз. Значит, это было сказано, был такой Николай Вознесенский, один из организаторов советской промышленности во время войны. Вознесенского, он только так об этом писал, как называлось «Экономика Советского Союза в Великой Отечественной войне». Вознесенский там многое, мягко говоря, изложил не так, как это было в действительности, хотя у него приводятся очень интересные данные о том, что именно было основными объектами поставок по Лен-Лизу. Из книжки Вознесенского следует очень важный вывод. Я, кстати, еще подчеркнул, что это была официальная изгадка Советского Союза. Кстати, уже после военной Сталин во время войны оценивал Лен-Лизу очень высоху. И тогда потом была поставлена задача написать на то, что там и без союзников обошлись. Дело в том, что экономика — это единый механизм, это как часы. И даже если вы из часов вынете маленькую-маленькую пружинку, эта пружинка сделает так, отсутствие этой пружинки сделает так, что часы не смогут идти, не будут ходить. Значит, при этом, кстати, вот эта вот фраза Вознесенского, если сравнить размеры поставок союзников и промышленных товаров СССР с размерами производства промышленной продукции на социалистических предприятиях за тот же период, то окажется, что удельный вес этих поставок по отношению к отечественному производству в период военной экономики составит всего лишь около 4%. Значит, маленькая деталь. Дело в том, что по Лен-Лизу шли те промышленные товары, без которых... Советская промышленность не могла бы работать. Главными поставками по Лен-Лизу были не танки и самолёты, хотя они были тоже огромные, а были поставки станков, транспорта и, самое главное, продовольствия. Потому что Советский Союз в первые месяцы войны потерял больше половины пахотных площадей. И урожай в 1941 году не успели собрать. Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Всё сказано в описании к этому видео. Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Деньги и песец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева. И если посмотреть на экономическую логику Лен-Лиза, как она была выстроена, то выстроена, конечно, она была гниально. И причём с обоих сторон. Что со стороны Соединенных Штатов и Британии, что со стороны Советского Союза. Значит, первое, когда началась война, Советский Союз обратился сразу за помощью, моментально. И здесь о помощи сразу было понятно, что пойдёт, что будут помогать. Это не обсуждалось, естественно, что в сражении с Гитлером всё было здесь. Как бы пошло. Главный вопрос. Смотрите, как был устроен Лен-Лиз. Главное и первое, что пошло по Лен-Лизу, это было, и шло всю войну, это было продовольствие. Хлеб и мясо. И в пересчёте на калории Лен-Лиз обеспечил продовольственным бойком все четыре года войны Красной Армии. Красную Армию кормили американским зерном и американским мясом. Почему это было важно? Потому что если у вас есть приток и продовольствие, вы можете мобилизовать в армию неограниченное в общем. Ну, ограниченное, понятно, огромное количество крестьян. Вам не надо бояться голода в городах. Ведь Сталин прекрасно помнил, как во время Первой мировой войны краткосрочный, совершенно ничтожный перебой в снабжении продовольствием Петрограда привёл к тому, что буквально столица империи взорвалась. Нет еды, нет хлеба. И главное, почему? Ну, потому что это просто потому, что вовремя не подвезли хлеб. А вовремя не подвезли хлеб, потому что были перегружены железные дороги. Поэтому ключевой момент был это обеспечить бесперебойное снабжение продовольствием рабочих городов. Если у вас идут поставки хлеба и мяса, значит, вы можете мобилизовать крестьян раз, значит, второе, вы можете не бояться провала по снабжению городов. Да, в Отечественной войне было очень тяжело. Да, было голодно. Но вот такого смертного голода, какой был в Ленинграде во время блокады, больше в стране не было. Были карточки, было очень тяжело, но даже в Ленинграде. Да, вот блокада и блокадный голод это октябрь, октябрь, март, октябрь 41-го, март 42-го. Уже в апреле 42-го уже снабжение по карточкам, продажу продуктов. Продажи, конечно, продажи, ничего бесплатно не давали. Продавали продажи, были такие же, как в других городах, смогли обеспечить подвоз продовольствия. Да, ценой страшный жертв, да, были огромные потери в блокаду, полтора миллиона, наверное, умерших от голода, не меньше. Но после этого восстановили, да, снабжение продуктов, им было восстановлено. Следующий момент. Значит, итак, у вас есть еда, и есть возможность за счёт этого отправить крестьян войска. Следующий момент, это были поставки потребительских товаров. то есть товаров, которые могли быть использованы, то, что называется, лёгкая промышленность. Даже детские грушки привозили. Почему это было важно? Не говоря, что там вещи, шмотки собирали, обычные вещи собирали. Почему это было важно? Если у вас есть поставки вот этих вот вещей, да, каких-то, вы можете снять рабочих с гражданского производства и поставить их к станкам на военных заводах. Почему? Потому что рабочий, который у вас в городе, раньше он работал на какой-то там фабрике, что-то там делал, собирал, да, на какой-нибудь шурупотре, он всё равно лучше справится с работой на военном производстве, чем тот, кто к этому же потребу никакого отношения раньше не имел, вообще у толка никогда не стоял. То есть вы высвобождаете рабочую силу. Дальше. Советский Союз потерял огромное количество промышленных предприятий в западной части Советского Союза в Европейской России. потерял Украину, потерял огромные мощности по энергетике, потерял непрогресс. И железные дороги, мощную развитую сеть железных дорог в Европейской России. А железные дороги были прекрасны. Советского Союза, и что в России, что в Советском Союзе одна из самых развитых грузодорожных сетей в мире в стране. И без потери железных дорог в центре страны, и то, что они постоянно находились под ударом, это было очень серьезно. И, соответственно, возросла колоссальная нагрузка на железные дороги оставшись. И здесь решение, здесь решение знаменитые американские вот эти грузовики. 400 тысяч тяжелых студобекеров, машин такого класса и грузоподъемности Советский Союз не производил вообще. Вот эти 400 тысяч студобекеров и шины для них. И колеса это сразу позволило очень удачно и успешно маневрировать ресурсами, перевозить. Нет у нас железной дороги, ничего мы положим на грузовики и провезем на грузовиках. И плюс современное промышленное оборудование, которое позволило вот то самое резко увеличить выпуск военной техники, которую выпускал Советский Союз. Ну пример знаменитый, когда в Советском Союзе был танк Т-34, у которого была 76-мм пушка. И у танка КВ была 76-мм пушка. Ну, в танк КВ-2 сумели запихнуть 152-мм гаубицу, но таких танков было очень мало. И боевых действий проявили они себя не очень удачно. А почему не могли поставить на танки большие пушки? Были же, в Советском Союзе была отличная артиллерия. Пожалуйста, сделали 85-мм пушку для танка КВ-3 с 4. А проблема была в том, что нужно было сделать большую по размеру башню. А что такое сделать большую по размеру башню? Это нужно было в броневой плите, в броневом листе крыши корпуса танца, чтобы на её башню поставить. Нужно было в этой плите прорезать отверстие большего диаметра. Для этого нужен специальный станок, который прорежет отверстие в броневой плите с миллиметровой точностью, потому что в это будет поставлен на башню, и она должна как вылипнуть, она должна крутиться. Вот здесь, вот в этой отверстие вставляется, она должна крутиться. Не было таких станков, пока не привезли штат. Один, кстати. Он потом как-то логой работал. Когда его привезли, вот тогда оказалось, да, возможно, ставить, и ставили уже потом в танковые башни, ставили эти самые, ставили и из 122-миллиметровой бушки, ставили уже на танках ИС, на танках ИС-1, ИС-2, ставили 127-миллиметровые еще более длинные пушки, длина, как против успеха, телеграфный столб, длина орудия, покороче, длинные стволы мощных пушек. Вот это оборудование. И вот только после того, когда, во-первых, еще надо было, кстати, еще надо было построить порты, еще надо было построить порты, которые будут принимать грузы, которые идут в Советский Союз. А основной поток грузов шел, самое главное, первое, по которому пошел хлеб, и пошли самолеты, это полярные конвои, конвои Вархайберс, северные конвои, которые пошли уже осенью 41-го года, и соответственно, это северный маршрут, по нему шли самые срочные грузы. Второй маршрут был через Иран, через Персию, Персия была оккупирована с одной стороны, с севера вошли советские войска, с юга английские, и был создан транспортный коридор, через Персидский залив шли грузы, шли самолеты, шла техника, ну и Дальний Восток, с Дальнего Востока американские корабли, всю, кстати, если в Атлантике везли значит на американских судах везли грузы, которые прикрывал британский флот, через Атлантику провожали и британцы, и американцы, а соответственно уже на севере уже британский флот прикрывал конвоем, то в Японии не забудьте, суда шли через Тихий океан, и шли Тихий океан, это же была война, была война с Японией, еще была задача провести эти суда, ну естественно еще и советские суда в небольшом количестве, но тоже на Дальнем Востоке, поскольку Советский Союз с Японией не воевал, советские суда ходили в Америку, ходили в Америку за этими грузами, под советским флагом, но сюда-то эти тоже строили американцы, знаменитые вот эти вот транспорты серии Леберти, Свобода, были построены в колоссальном количестве, именно для того, чтобы обеспечить вот этот скоростной транспортный маршрут, и уже, как я сказал, когда была запущена на полную мощность промышленности, когда были решены вопросы поставки продовольствия, вот тогда шла военная техника по ленд-лизу, которая тоже сыграла большую роль, потому что в первую очередь, когда говорят, а вот что поставляли американцы и англичане, они поставляли то, что требовали советские военные представители, вот что Советский Союз требовал, вот то ему и поставляли, здесь Советский Союз был заказчиком, и здесь уже генеральный штаб определял то, что нужно Красной Армии для того, чтобы вести наступление, а вот что просила Красная Армия, и какие формы это принимало, мы поговорим после короткого перерыва, не переключайтесь, и я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, и эту поддержку сейчас самое время отказываться, не переключайте, спасибо. Здравствуйте, раз уж вы досмотрели до этого момента, это значит, что видео, а именно программы «Деньги и писец» Дмитрия Прокофьева вам интересно. Поставьте, пожалуйста, лайк, это помогает алгоритмам Ютуба его продвинуть еще дальше, пишите комментарии, потому что нам важно смотреть, каким образом реагируют наши зрители на тот контент, который мы вам предлагаем, ну и нам очень важна ваша поддержка, как ее оказать, сказано в описании, почему это важно, потому что мы делаем этот проект только для наших зрителей, и больше не для кого, поэтому, если вы считаете, что проект этот заслуживает поддержки, поддержите его, спасибо. «Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева. Ну что же, мы продолжаем наш рассказ о событии Второй мировой, войны, и тема нашего сегодняшнего разговора это военная экономика и ренлист, вклад союзников в дело общей победы над Елорусской Германии. И в первой если часть рассказывала о содержании истории Лендриза и о том, что какой он был организован, то во второй уже чуть подробнее о том, какая какую технику, даже о том, что военные техники конечно ждали, ждали больше всего, очень ждали от союзников, и что это было за технику. Значит, Советский Союз получил 22 тысячи самолетов. Что такое 22 тысячи самолетов? Каждый третий бомбардировщик и каждый пятый истребитель, сражившийся на Восточном фронте, это был американский истребитель, или английский, или американский бомбардировщик. То есть, вот чтобы себе представить, плюс еще такой вот момент, да, все бомбовые прицелы, которые были на бомбардировщиках, они были американские. как понимаете, бомбовый прицел, это важная деталь для самолета, без нее точность бомбомедания значится раз в месяц. Самолеты. Самолеты были истребители, конечно, знаменитые. Знаменитые были английские истребители, поставлялись истребители хрикейн, к ним разное было отношение, но было принято, что вот там в мемуарах советские летчики критиковали после войны особенно, но потом опять, когда в конце восьмидесятых те, кто еще дожил это время, говорили, ну что, нормальная машина, не лучшая, но вполне, скажем так, лучше такой самолет, чем вообще никакого самолета. В целом на хрикейнах и дрались, и одерживали, победы, и с удовольствием на них пересвакивались. Ну и, конечно, знаменитые аэрокобры. Знаменитые аэрокобры, американский истребитель, который мог быть истребительным истремовиком, здесь, ну, наверное, тоже такой момент, знаменитый советский воздушный аз, Александр Иванович Покрышкин, вот, его 50 побед, это, за которые он служил три золотой железды, да, общий счет 59 у него официальный, но, вот, основную массу своих побед в течение 43-го года он одержал именно на Кобре, его полк был до конца войны, воевал на этих самолетах, потом и дивизия, и другие асы, там, его полк дважды герои, там, союза Григорий Ричкалов, тоже Кобра, у Ричкалова было 57 побед, и тоже большая часть на Кобре, и единственная попытка, когда попытались, была история, что, ну, давайте попробуем, может быть, летчики Покрышкинского полка, потом дивизии, ну, пусть давайте на советских самолетах, прислали им самолеты Ла, Ла-7, советские истребители, полетел на этом самолете фаворит Покрышкина, командир полка, дважды Героя Советского Союза, Александр Клубов, тоже знаменитый ас, Клубов разбился на Лавочкине в первом же вылете, и причем разбился на посадке, самолет перевернулся, после этого Покрышкин сказал нет, все, мы летаем на этих самолетах, летчики привыкли, летчики на них будут летать, там, в чем была особенность Кобра, это был самолет, у которого было носовое колесо, он не мог перевернуться при посадке, он не мог поделиться, у него были под крыльями и носовое колесо садился на три точки, да, а при Лагде колесо было, сзади вот у него был риск, что самолет при посадке, при любой ошибке при посадке он мог протинуться, соответственно, здесь вот это была у него проблема, и Кобру советские летчики оценили очень высоко, я застал еще людей, которые там фронтовое поколение, люди, которые знали, на этой Кобре воевали, и был еще такой важный момент, в котором люди говорили, что это летчик там был такой, что из нее можно было выпрыгнуть, из нее можно было выпрыгнуть, если она подбита, то здесь ее можно было достаточно легко покинуть, там, Ром, как он объяснил, рвешь ручку, и вылетают обе двери, двух сторон двери кабины вылетают в разные стороны, и ты можешь вывалиться на бок просто в любую сторону, как спастись. Да, парашюты, конечно, тоже были английские, и курки летные, тоже английские, и умты, и ботинки, и пуговицы американские, которые в гимнастерке штаны застегивали, чтобы можно было ходить, а как ты без хороших солдатских ботинок-то, как ты собираешься воевать? И плюс еще 50 тысяч легковых внедорожников, вездеходов, знаменитые вильвесы, которые легкие, проходимые, надежные автомобили, 35 тысяч мотоциклов, 8 тысяч тракторов, да, и вот это все, 2000 паровозов, и целый флот фактически, да, там, 100 противоволочных кораблей, 200 торпедных пассеров, в 44-м англичане пригнали, ну, временно, правда, пригнали на северный флот целый линкор, линейный корабль, вот, который, правда, он был постройки первой времен Первой мировой войны, но у Советского Союза вообще не было ни одного такого корабля на севере, да, более только, там не было своих кораблей крупнее эсминцев, да, и плюс еще, да, вот я смотрю цифру, 15 миллионов пар армейских ботинок, да, нормально, плюс еще все установки для переливания крови, тоже были американские, банно-прачечные комбинаты, стирать, стирать, пили садовское белье, стирать бинты, и бинты тоже были американские, и лекарства, и хирургический инструмент, и оборудование для госпиталей, кстати, в Советском Союзе был очень высокий процент раненых возвращен в строй, почему? Американские медикаменты, медикаменты, хирургическое оборудование, это все, то есть буквально вот множество таких деталей, которые были необходимы совершенно для того, чтобы армия могла воевать. Кстати, конечно, всегда вечный вопрос, который без без него никогда не обходится, то сколько же все это стоило, да? Сколько все это стоило, и как платили, да? Значит, в чем была здесь особенность, да? значит, смотрите, что предполагал Ленд-Лиз, да? Значит, закон Ленд-Лизе американский предусматривал списание использованного военного оборудования, типа, все, что война, ну, это мы отправили для войны, понятно. Американцы настаивали только на оплате гражданских поставок железнодорожного транспорта, электростанций, пароходов, грузовиков и прочего оборудования, причем не только у всех, да? А что погибло в бою, ну, там возмещение не требовали. Значит, СССР заявил о том, что он списывает всю военную технику, полученную по Ленд-Лизу, вообще всю, вот, поэтому типа возвращения ничего не будет. Значит, объем поставок по Ленд-Лизу составлял в тех деньгах 10 миллиардов 800 миллионов долларов. И согласно закону на Ленд-Лизе платить надо было только за уцелевшую в ходе военной технику. И Штаты предполагали, что оплачивать, да, с учетом износа, надо будет, предложили 2 миллиарда 600 миллионов. Ну, а потом сказали, что давайте пополовину миллиард 300 миллионов. Откуда взялась цифра миллиард 300 миллионов, а потому что это деньги, которые еще до принятия закона о Ленд-Лизе, до принятия закона о Ленд-Лизе, то, соответственно, это то, что Рузвельт своей властью выделил вот этот кредит. Я еще раз напоминаю о поставке военной промышленности, то есть, если по самолетам Советский Союз, это был каждый шестой самолет был средним, это был каждый пятый танк, каждая пятая бронемашина, была американская там танк или броневик, а по автомашинам привезли в полтора раза больше, производили, чем их произвели в СССР, это были тяжелые, отличные автомобили. Значит, кстати, продолжая вот эту историю, еще момент какой, когда говорят, мне тут всегда спрашивали, а вот это знаменитый тушенка в Тайвэйфроун, которого поставляли из Штатов вот это вот мясо. Маленькая деталь, в Советском Союзе во время войны не вырезали скот. То есть основное поголовье животных, коров, лошадей, овец, оно было сохранено. То есть можно было продолжать, чтобы они остались без говядины, потому что то консервированное мясо, которое ушло из Штатов, оно еще создавало возможность сохранить вот эти поставки, сохранить вот этот объем. Значит, продолжаем. Вот эту историю с оплатой зацепили этот момент и продолжаем об этом говорить. Значит, предложили выплатить миллиард 300 миллионов, то есть уже 10 вообще американцы не просили. В 48 году Советский Союз согласился выплатить 170 миллионов долларов. В 49 году советская сторона предложила 200 миллионов с рассрочкой на 50 лет. Американская сторона до миллиарда с рассрочкой на 30 лет. В 51 году американцы спросили, может быть, миллионов заплатим. Советская сторона согласилась выплатить только 300. Вот. И в итоге соглашение СССР о порядке погашения долгов по ленд-лизу было заключено только в 1972 году. И по нему Советский Союз согласился заплатить до 2001 года 722 миллиона долларов. Это, как мы понимаем, уже не те доллары. В итоге в 1973 году Советский Союз заплатил 48 миллионов долларов, после чего прекратил выплаты. И в 1990 году только к этому вопросу вернулись. Советский Союз ничего не платил в это время. Договорились к 2030 году 670 миллионов. 174 миллионов. Ладно. И в итоге в 1992 и 1994 году договорились заново о том, как выплачивать эти деньги. и в итоге включили в ленд-лиз включили в общие долги правительством Парижский клуб и частным банком Лондонский клуб. И долг за ленд-лиз вошел в общие долги, которые выплатил советский Казару, выплачивал уже Россия по советским долгам. Значит, здесь смотрите, какой еще был момент. Россия подписала со странами правоприемниками СССР соглашение на любом варианте, согласно которому Россия принимала на себя послуживание всего госдолга бывшего СССР в обмен на отказ всех республик от подлагавшихся им доли в активах СССР. То есть от валюты, собственность зарубежа, вооруженных сил и так далее. И в 93-м году правительство РФ заявило о принятии на себя ответственности по всем долгам. То есть типа вы все там все республики вы там идите гуляйте, мы за всех заплатим, но и у вас и вам мы ничего не должны и ничего не дадим. Ну и в итоге за счет экстремальных доходов от нефти в начале нулевых все задолженности были погашены в 2006-м году. Ну это как я уже сказал, что из общей суммы ленд-лиза в 11, почти в 11 миллиардов долларов заплатили 700. Через полвека после окончания войны. Даже через 60 лет. Вот так. то есть это к вопросу о том, что это, сколько стоило. Значит, рассказы о том, что вот Советский Союз во время войны там что-то поставлял, платил Америку. Нет. Нет. Единственный раз, когда действительно Советский Союз отправил в Сталин, как он отправить в Англию золото, это была история с летом 42-го года на крейсере Эдинбург. Крейсер Эдинбург это очень такая трагическая история похода этого военного корабля в СССР, который действительно пришел и отправил значит на нем было отправлено. Значит, здесь это лето 42-го Эдинбург пришел в Мурманск для того, чтобы забрать Сталин отдал 5,5 тонн золота. Значит, что это было за золото? Это был так называемый обратный лендрис, когда поставляли сырье для производства средств связи для СССР, потому что золото было нужно для производства телефонного, радио и навигационного оборудования. Советский Союз настаивал, говорили, что у нас поляная версия о том, что это была частичная оплата советских закупок в Великобритании и США, которые были произведены сверхпрограммы Ленд-Лиза. Но тут какая есть вещь. Я еще раз напомню, это лето 42-го, немцы рвутся к Волге. Как, что пойдет, совершенно непонятно еще. Я думаю, что товарищ Сталин решил еще рискнуть, отправить еще вот эти вот 465 слитков золота. Значит, здесь Леденбург в конце апреля пошел в Англию и в Баренцевом море порядка 200 милях к северу от Мурманска он был атакован немецкими подводными лодками и эсминцами и в бою с ними был потоплен. Естественно, вместе с золотом. И здесь значит, корабль затонул вместе с золотом, экипаж был спасен. И здесь надо сказать, что золото это было застраховано. И его в 81 году его подняли. Крейсер нашли, подняли и золото там благополучно как бы лежало, смогли поднять 431 слиток золота и значит, оно было поделено. Спасатели получили в качестве сплаты за спасение 45% того, что они достали. А остальные 55% были поделены в пропорции третьей Великобритании и две трети СССР. И еще раз значит, через 5 лет еще раз англичане подняли еще 345 килограммов золота. 60 килограммов так и лежат на дне. 5 слитков не смогли вытащить. Так что вот такая история. Вернули обратно еще две трети там от того, что ну понятно компания которая подняла золото это традиционная практика. когда здесь можно вот это вот вот это кто-кто нашел по международным правилам ты поднял обеспечил подъем затонувших там сокровищ тебе полагается вознаграждение. Так что здесь история с отправкой золота советского в которым якобы Советский Союз платил за ленд-лис вот единственная подтвержденная история на вот так. Ну и что еще можно сказать? Сталин оценивал ленд-лис очень высоко и в ходе вот тегеранской конференции знаменитая его фраза когда его спросили вот как он оценивает ленд-лис он сказал интересную фразу и которая существует в двух вариантов перевода она есть в английских источниках на английском и в советских уже там сильно после войны и вот согласно советским источникам Сталин сказал Соединенные Штаты страна машин благодаря машинам которые вы поставляете вы позволяете нам выиграть эту войну а вы помогаете нам выиграть эту войну а в английских источниках написано так который опубликован сразу после герана Сталин сказал Соединенные Штаты страна машин и поставляете машины без поставок этих машин мы бы не выиграли эту войну смысл немножко другой но я думаю что здесь каждый из вас может решить позволил Сталин конечно сказал по-русски но я не думаю что он позволил бы какому-нибудь переводчику исказить смысл своих слов так что вы можете выбрать ту версию которая вам очень по душе что еще говорит история о Ленд-Лизе это одна из самых драматических страниц Второй мировой войны это история о том что войну в огромной степени выигрывает экономика и это история о том что вот это вот что коллаборация сотрудничество широкой коалиции оно тогда помогло одержать победу над гитлеровщиной которые сделали ставку на вот такую на вторкию на замкнутость на то что они смогут переселить пережать и здесь то что победа была достигнута именно потому что Советский Союз был фактически тогда подключен к мировой экономике есть у такого средства однажды такое очень образное хорошее сравнение что поддержать спасти Советский Союз получивший такую тяжелую рану которую он получил в 1941 году могло только прямое переливание крови из вены вену и вот Леандрис это был таким стрелеванием крови тяжелой раненной стране конечно огромное количество жизней было сохранено благодаря вот этим поставкам огромное количество жизней было спасено в Советском Союзе и конечно победы которые были достигнуты Красной Армии они были в огромной степени достигнуты благодаря вот этой помощи здесь важно понимать что здесь нельзя разделять кто внес больше кто внес меньше потому что здесь это была такая единая история как вот Гильля был сокрушен объединенными усилиями множество стран которые принимали в этом участие это был подвиг и это был совместный подвиг советских солдат и британских моряков и американских рабочих и там и дипломатов инженеров и всех кто имел к этому отношение это большая история которая значит еще заслужит свое продолжение интересно наверное может быть да что тут вопрос о наградах за Ленд-Лес интересно что здесь специальных наград нет этой истории но участники каждой операции по поставкам они награждались в Советском Союзе существовавшими наградами я еще не упомянул это как-нибудь отдельно можно будет поговорить про знаменитую трассу Алсиб Аляск-Сибирь по которой перегоняли через из Аляски на Чукотку перегоняли истребители значит прилетали на аэродром на Чукотке потом они следовали до значит до Транссиба у истребителей уже маленький ресурс у двигателя поэтому задача была их перебросить к ближайшей жизнодорожной станции в Забайкалье на которой дальше они уже ехали на фронт уже ехали на железнодорожных платформах не летели чтобы не сжечь ресурс двигателя ресурс двигателя истребителя на Сочи-Тон поэтому каждый час был на счету и было очень важно чтобы с минимальными потерями моторесурса доставить самолеты по кратчайшему маршруту в Сочи должны были лететь сами надо будет об этом рассказать там были награды вот у всех кто участвовал в этих операциях конечно награждали но награждали ну теми орденами медалями которые уже существовали специально не учреждали в Соединенных Штатах были учреждены награды для торгового флота для моряков торгового флота министерство торгового флота учредило ряд медалей почему потому что значит военное министерство выступило против награждения моряков торгового флота боевыми наградами потому что они мотивировали так что и так они получают очень высокую оплату за свой труд больше чем получали военные моряки морякам торгового флота американского очень хорошо платили и тогда было принято компромиссное решение были учреждены специальные медали для американских моряков обеспечивавших ленд-лист на торговых судах которые приравнивались к боевым то есть там просто были другой формы с другими названиями но они были эквивалентны то есть за что награждали допустим моряка на эсминце или на крейсере вот за то же самое за аналогичную степень храбрости награждали моряка на торговом судне только его награда она называлась по-другому имела чуть-чуть другую форму хотя она была такой же престижной такой же редкой и в Британии после в Британии специальных наград не было была медаль Атлантик Саар звезда за Атлантику для тех кто воевал на море и ей награждали тех участников полярных конвоев тоже а потом уже через несколько десятилетий после войны учредили Арктик Стар арктическая звезда для тех кто вот именно за полярные конвои которыми наградили летчиков моряков кто остался в живых участвовал в этих операциях ну что же вот на этой ноте я думаю что мы можем закончить эту историю я поздравляю всех кто ощущает свою причастность к событиям второй мировой войны и к историям о которых я рассказал будем помнить и это история которая конечно не должна быть забыта всего доброго мировой Продолжение следует...